приветствую вас дорогие друзья давно не общались я имею ввиду так это минут на 15 на 20 уже давно видео не было все я снимала видеошот как-то не настроение не было честно говоря да и некогда некогда было вот решила сегодня немножко с вами пообщаться показать очередную свою работу которую я только-только сейчас закончила ну и показать что получилось я снимала видео шут те кто следит за каналом те видели что мной была сделана вот такая шпалера для забора и для калитки вот этот вот фонарик от солнечных батареек очень хорошо работает в трех режимах можно сделать так что он будет гореть постоянно можно сделать что он будет включаться только когда вы подходите к двери вот значит сделана была скамеечка ну и скамеечки вообще изначально я хотела кашпо но получилось так что вышла скамейка вот я там снимала начало своей работы хотела снять подробно потом что-то как-то вот эти новости youtube что закроют и сразу настроение упало и думаю может быть и вообще не стоит это делать ну вот сегодня настроение есть в общем будь что будет решила снять более длинным так сейчас выглядит это кашпо кашпо из пеноплекса вчера сделала каркас вот эти части по моему 5 сантиметров пеноплекс был листочек от отмостки остался этот пеноплекс 4 сантиметра толщиной вот такой каркас сейчас я внутри обшиваю так слегонца прихвачиваю саморезиками армированную сетку или армирующую и буду потом сначала штукатурить внутри потом дно с обратной стороны и потом уже стенки наружные почему такая последовательность потому что с каждым слоем штукатурки кашпо будет становиться тяжелее и тяжелее поэтому чтобы мне легче было его переворачивать такая последовательность сначала внутреннее дно и потом уже боковые стенки для дренажа внутри кашпо вот такая щель но об этом расскажу позже как я буду его наполнять потом и где это будет стоять давайте запомним сейчас этот момент запечатлим и посмотрим что получится в итоге уже получается внутри я первым слоем заштукатурила штукатурка у меня караед это просто остатки это не рекомендация это просто остатки когда я штукатурила вот нашу пристройку я ее использовала вот и у меня осталось там грубо говоря мешок чуть меньше мешка вот я ее здесь замесила и оштукатуриваю теперь кашпо ну предварительно естественно армасетка кое-где саморезиками я прикрепила чтобы мне было полегче работать вот и сейчас со всех сторон и торцы вот эти сверху и внутри в общем мне нужно все все заштукатурить и подождать когда высохнет нет это штукатурка значит и скамейка и кашпо сделаны из пеноплекса а штукатуренного если я не выкинула если найду я вставлю вам кусочки как вообще начало работы там ничего сложного пеноплекс нужно брать или пятерочку или четверочку но не меньше тройка уже не пойдет я имею ввиду толщину пеноплекса и сделать вот такую удобную садовую мебель значит здесь брус который у нас остался после того как мы разобрали наш козлик когда крылья крышу мужчины делали козел настил чтобы можно было работать из этого бруса ну и вот крыша накрыта козел лёшек разобрал недавно и решили сделать вот такую скамеечку на ней очень удобно сидеть верх из этого бруса 5 на 4 ну а низ это реки которые были куплены в том году по 30 рублей речка значит там 4 на 1 4 сантиметра ширина и 1 сантиметр высота ну или толщина вот значит а оштукатуривала я пеноплекс со специальной стеклосеткой армирующей чтобы он набрал прочность был более такой упругий скажем прочный советую вам все таки оштукатуривать плиточным клеем вообще из пеноплекса посмотрите канал песни яши косяка или бати на усадьба два канала мужчина там вообще и купель делает из пеноплекса и заборы откатные ворота а сейчас вообще строит дом вот такой вот этот материал ну насчет дома я бы поспорила все таки мне кажется для дома это все таки синтетика дом должен быть более я считаю из натуральных материалов ну а вот скамейки дорожки купели это все конечно очень даже и неплохо значит здесь скамеечка открывается там у меня даже лежат уже сидушке сидушки ну да под пятую точку можно подстелить уже кстати у нас вечера очень холодные здесь вот вот видите как крепление заходят вовнутрь и получается вот такая красота вот застелила я здесь плиточку потому что ну дождик идет вот даже сейчас плитка но все равно видите вот капельки дождя немножко как песочек налипает не обращайте внимание руки в краске еще вся грязная ну вот решила снять потом заниматься дальше своими делами вот здесь 24 штуки плитки благо плитка осталось ее еще вон сколько много делать дорожки не хочу ну в общем полдня я потратила на эту плиточку чтобы ее уложить как ни странно остались даже вот эти крестики для плитки немного цемента в общем так это по сусекам поняла по коробу поскребла и даже использовала наливной пол потому что не хватило мне цемента и как видите все держится все очень даже хорошо держится вот ну а рядом стоит кашпо сейчас буду наполнять его землей и скорее всего там у меня есть бархатцы которые еще не цвели пока посажу сюда бархатцы хотела я сюда что-то вьющиеся посадить ну конечно не сейчас по весне отчета с дочерью посоветовались она говорит мама так красиво смотрится этот забор все это заплетет да когда будет там цвести будет красиво а по осени а зимой вот это все убирать да и не посидишь здесь так не обопрешься уже на этот забор на скамеечке ну в общем отмела я эту идею с вьющимися растениями буду сажать что-то может быть какие-то однолетки да те же питонье может быть вербейник монетчатые посажу будет красиво ну что-то такое не вьющиеся вот пригодился внутри видите я вот так отделала внутреннюю часть вот этим пластиком это пластик мы убирали в доме была обшита по моему кладовая этим пластиком но вот пригодился и забор вы помните я делала тоже из этого пластика только немножко другой рисунок ну а вот этот морской рисунок как ни странно как не зовут подошел сюда хотя земля наполнится может быть немножко будет видно здесь этот пластик ну вообще он здесь не для красоты а для того чтобы еще раз укрепить стенки пеноплекса чтобы ну земля не касалась пеноплекса хотя он не боится воды но чисто для укрепления стенок в общем я здесь сделала пластиком видите внизу тоже вон она армирующая сетка которую я использовала когда штукатуривала стены короба этого кашпом вот сделала дырки чтобы водичка ну как бы проходила дренаж сделала ну собственно говоря и все да еще мне нужно будет вот я хочу вот это покрыть еще лаком видите вот скамейка покрыта еще и лаком краска здесь акватекс экстра ну скамеечку покрыла лаком и она ну так это красивее смотрится и здесь тоже все покрою и речки покрашу и как раз лака у меня осталось немножко в общем все остатки я подмела оштукатуривала я караедом тоже осталась эта штукатурка мешок ни туда ни сюда уже нечего штукатурить в общем освободилась и место в доме потому что стоял на терраске там у меня сейчас еще гипс стоит вот потом немножко штукатурки тепло на было тоже сюда все смешало пошло остатки фасадной краски но в общем все пошло в дело и получилась вот такая красота а вот это мы тут с дочерью как-то сидели вечером на скамейке интересно сидеть на улице на скамейке возле дома какие-то другие ощущения кто-то прошел кто-то проехал ну в общем весело и сидели и аня говорит мам будешь делать сделать здесь столик ну чтобы можно было там и чай попить ну и как-то поставить что-то сумку ту же самую потому что скамейка для двоих места не так уж и много ну и я решила чтобы не делать отдельный столик вот это кашпо получилось кашпо стол здесь несколько речек может быть вот дочь придет может быть еще одну добавлю вот сюда пошире чтобы он был ну мне кажется и 6 рейков вполне достаточно для маленького столика чтобы можно было комфортно здесь так что вот такой садовый наборчик у меня получился сейчас пойду насыпать землю и посажу потом что-то посажу короче потом конечно же вам покажу как это будет выглядеть уже с растениями в общем вот такая красота красивая мне очень друзья нравится вот эта решетка на заборе и на калитке согласитесь как-то совершенно по-другому стало смотреться это все вот так вот можно обычные обычный профлист или профнастил с которого сейчас в основном делают заборы вот так украсить деревом и это ну согласитесь совершенно совершенно по-другому смотрится давайте немножко отвлечемся от стройки посмотрите как красиво меня расцвели циния но это просто просто красота уже вот семена образуются там пчелки опыляют и все такие разноцветные вот этот оранжевый ой как он мне нравится и вот такие цвета фуксии и там есть красная в общем буду собирать семена понравились мне эти цветы очень долго они цветут ничего что однолетки и пересаживаются они пересадку ну как бы рассады можно выращивать потом пересаживать в общем понравились эти цветочки цинии вот здесь они тоже прям красавицы очень красивые вот красная вот пчелка шмеля опыляет видите как у этого очень красивая у этой цинии очень красивая серединка посмотрите как звездочки прям какие-то просто красота и расцвела у меня роза пьер деронцарт посмотрите какая красавица просто красавица не писаная вот или писаная в общем красивая там тут все повымахивала вот здесь дежардан дежамон я отрезала срезала цветы вон они лежат там очень тоже красиво и кто кому интересно есть видео шут я срезала чтобы корешок развивался лучше вот посмотрела как можно размножить гортензию и вот видите прикопала веточки нижние скорее всего она уже пустила корешки это вот гортензия cotton cream здесь вот не удалось мне скайфу очень нравится не знаю подскажите может быть срезать вот этот цветок большой чтобы она ну как-то побольше развивалась вот опять хочет цвести просто громаднейшие соцветия очень большое и здесь вот тоже прикопала видите это сантей фрайс я так поняла утренний рассвет переводится тоже будет цвести в общем палисадник ждет конечно же вот это вот корешки которые вот приживутся пустят росточки я конечно же потом отсажу по весне в палисадник в общем здесь вот такой у меня уже лес красота просто красота бархатцы прям вообще такой ковер а эти прям какие-то мутанты это были самые последние посажены были такие заморыши я немножко подсыпала коровика и как пошли они как пошли а вот это вот не знаю почему это гортензия ванила фрайс ой ванила как ее ну короче да ванила фрайс по-моему так вот прям сидит что-то вот жралой я даже ее выкопала думаю может быть опять эти личинки майского жука эти хрущи нет ничего я не нашла но вот как-то она остановилась в своем развитии не знаю почему и подкармливаю и ну поливаю в общем как-то очень медленно она развивается вот это вот быстро это уже цвела я тоже срезала соцветия чтоб ей полегче укореняться было и вот для вот этой гортензии она очень боится солнца это широколистное вечное лето тоже посмотрите какие листья лопухи я вот такую опору тоже сделала и укрывочным материалом ну чтобы ей это хорошо было комфортно чтобы ее солнышко не полила ну все гортензии пошли расти кроме вот этой ванилфрайз вот не знаю в чем дело ну ладно идем дальше хочу вам показать еще одну идейку как можно сделать номер своими руками можно сказать из ничего козу привязывают стучат молотком вот вот такие подвесы есть используется в строительстве ну когда что-то обрешетку делают для дома ну в общем они там используются я ножницами металлическими вырезала вот эту серединку а вот эту часть взяла не помню то ли 3 то ли 4 подвеса мне понадобилось и здесь и вот есть дырочки потом просто саморезами можете выложить любую цифру у меня моя цифра дома покрасила старый почтовый ящик в общем очистила его от ржавчины и получился вот посмотрите какой красивый обновленный с такой достаточно большой цифрой можно сказать из ничего почтовый ящик так что вот берите на заметку вот такой подвес и пожалуйста можно сделать цифру не обязательно на ящик можно сделать цифру на ваш дом на ворота на калитку ну в общем берите себе в копилочку ну что друзья показываю вам практически конечный результат у нас поднялся очень сильный ветер я боюсь что вы меня вообще не услышите мне осталось вот здесь вот закрасить вот эти спилы боковые и покрыть лаком стол ну и вот эти рейки и все кашпо будет готово как вы видите посадила я сюда барханцы причем они очень хорошо перенесли пересадку потому что ну я лопатой прям на лопате несла так скажем перевалкой вот надеюсь что с ними будет все хорошо но уже прошло наверное больше двух часов и как вы видите солнышко и они даже не паникли то есть в этом году пока будем любоваться бархатцами ну а на следующий год решу что посадить может быть что-то поинтереснее а может быть так и оставлю либо бархатцы либо циние либо питоне посажу но они вьющиеся так что вот такое кашпо получилось как совет если вы решитесь сделать что-то подобное замените штукатурку плиточным клеем то есть я просто избавлялась от остатков но это не совсем не есть хорошо посмотрю как она поведет себя после зимы и на следующий год вам расскажу а вообще лучше конечно использовать плиточный клей и даже в два слоя то есть сетка плиточный клей заштукатурили высохла опять положили и еще раз плиточный клей и тогда это будет на века это надолго поверьте мне ну вот советую вам посмотреть канал песни Яши косяка и батина усадьба там подробнее об этой технологии думаю что вы найдете для себя полезную интересную и очень выгодную информацию в плане финансов потому что садовая мебель сейчас дорогая все дорого а если у вас остались какие-то остатки их куда-то нужно пристроить та же краска те же рейки тот же пеноплекс может быть что-то делали и вот осталось можно сделать вот такую красоту как ее сделала я любите свой дом наслаждайтесь жизнью целите каждый миг а я с вами на этом прощаюсь я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока